Ремонт дорог, уличное освещение и спортивные объекты. Глава Первоуральска решил проверить, как реализуется комплексное развитие сельских территорий. Вместе с чиновниками городской администрации Игорь Кобец отправился в Кузино. Приоритет объектам, которые находятся в непосредственной близости от школ и детских садов. Дороги на переулке Титова и улицы Луначарского в Кузино отремонтировали в рамках программы комплексного развития сельских территорий. Уложили новый асфальт, обустроили тротуар и ливневую канализацию. Здесь же, а также на улице машинистов смонтировали освещение. Об этом попросили местные жители. Темно было по всем улицам. То есть, ну если на этой улице еще как-то было светло более-менее, то на остальных улицах всегда темно было. Сейчас уже более-менее становится. И дороги делают, и светло, хорошо. Можно ночью ходить. Следующий объект – 36-я школа. Игорь Кобец проверяет ход работ по строительству нового современного стадиона. Все тренажеры уже готовы и закуплены. Тренажеры сейчас в Пиральске? Да, в Пиральске. Тренажеры для воркаута, полоса препятствий, а также футбольное поле с искусственным газоном, баскетбольная площадка и беговая дорожка с резиновым покрытием. Все части спортобъекта будут отвечать современным требованиям. А главное – заниматься здесь смогут не только школьники. В поселках, по сути, больше некуда выйти, а тем более на такого качества благоустроенные спортивные объекты. Поэтому жители смогут приходить и заниматься также на этом стадионе. Также Игорь Кобец отправляется к набережной местного пруда. Объект был в числе претендентов на благоустройство общественных территорий. Уже на месте глава города обещает. В следующем году здесь появятся детская и спортивная площадки, а также освещение. Визит в Кузинское СТУ продолжается в Нижнем селе. На личном приеме жители задают вопросы главе, делятся проблемами. Одна из наболевших – нехватка фельдшера. Два раза в неделю, и то не всегда. Получается, что сейчас месяц не было. И куда нам ездить постоянно? Плохо ведь. До Нового Уткинска, 15-17 километров. Но не у всех машины есть. Ну и ребенок больной, куда его потащишь? Постоянно приходится вызывать скорую. Этот и другие вопросы Игорь Кобец берет под личный контроль. Говорит, все просьбы жителей будут учтены при составлении программы комплексного развития Кузинского СТУ на следующий год. Дмитрий Солюков, Денис Хромцов. Новости Первоуральск.